Клиффорд Саймак. «Всякая плоть трава». Читает актер Игорь Тарадайкин. Глава первая. Когда я выехал из нашего городишки и повернул на шоссе, позади оказался грузовик. Это была тяжелая громадина с прицепом, и неслась она во весь дух. Ух! Шоссе здесь срезает угол городка, и скорость разрешается не больше 45 миль в час. Но в такую рань, понятно, никто не станет обращать внимания на дорожные знаки. Впрочем, я тотчас забыл о грузовике. Примерно через милю у стоянки Джонни я обещал подобрать Элфа Питерсона. Он, должно быть, уже ждал меня там со своей рыболовной снастью. Было и еще о чем подумать. «Прежде всего, загадочный телефон. И с кем я все-таки говорил. Три разных голоса, но все какие-то странные. И почему-то казалось, это один и тот же голос, так чудно меняется. Он мне даже знаком. Только никак не сообразить, кто же это. Затем Джеральд Шервуд. Как он сидит у себя в кабинете, где две стены сплошь заставлены книгами, и рассказывает мне о рабочих чертежах, что непрошенные сами собой возникают у него в голове. И еще шкале Грант, как он меня заклинал не допустить, чтобы сбросили бомбу. И про полторы тысячи долларов тоже следовало подумать. Дорога вела прямо к владениям Шервуда, но дом его на вершине холма было не разглядеть. Он совсем терялся среди вековых дубов, которые обступали его со всех сторон. Огромные и черные, в предрассветной мгле. Глядя на вершину холма, я позабыл и про телефон, и про Джеральда Шервуда, его заставленный книгами кабинет, и голову битком, набитую проектами. И стал думать о Нэнсе. Мы когда-то вместе учились в школе. И вот снова встретились после стольких лет. Мне вспомнились дни, когда мы с ней были неразлучны и всюду ходили, взявшись за руки. Неповторимо гордая и счастливая. Так бывает только раз в жизни, в юности. Когда весь мир молод, и первая безоглядная любовь ошеломляет свежестью и новизной. Передо мной лежало широкое пустынное шоссе, рассчитанное на езду в четыре ряда. Миль через двадцать оно сузится до двухрядного. Сейчас на нем только и были, что моя машина да тот грузовик. Он чал полным ходом. В отражении его фар в моем зеркальце я понимал, что он вот-вот меня обгонит. Я ехал не быстро. Место для обгона было вдоволь. Наткнуться не на что. И вдруг я на что-то наткнулся. Словно уперся в протянутую поперек дороги полосу очень прочной резины. Ни стука, ни треска. Просто машина стала замедлять ход, как будто я нажал на тормоза. Ничего не было видно. Я снова подумал. Что-то стряслось с машиной. Мотор забарахлил. Тормоз отказал. Или еще что-нибудь. Неладно. Я снял ногу с педали. Машина остановилась. А потом стала пятиться. Быстрее и быстрее. Точно, я и вперямь уткнулся в упругую ленту. И она прогнулась, а теперь расправляется. Завизжали покрышки. Запахло резиной. Тогда я выключил мотор и тотчас машину отбросило назад. Да так, что меня швырнуло на баранку. Позади яростно взревел клаксон. С тоном застонали шины. Грузовик круто вильнул в сторону, чтобы не напороться на меня. Он со свистом пронесся мимо. Казалось, шины смачно причмокивают, всасывая в себя шоссе. И огромная махина свирепо рычит на меня, как на досадную помеху. Он промчался. А моя машина, наконец, остановилась на самой обочине. И тут грузовик налетел на тот же заслон, что и я. Послышалось что-то вроде негромкого всплеска. Я подумал, пожалуй, грузовик проживет эту непонятную преграду. Уж очень он был большой, тяжелый, гнал во всю мочь. Еще секунду-другую ничуть не сбавлял скорость. А потом он все-таки стал замедлять ход. И я видел, огромные колеса скользят и подскакивают, упрямо вертятся в холостую и нисколько не продвигаются вперед. Тяжелая машина пролетела дальше того места, где сперва остановился я, футов на сто. Потом остановилась, забуксовала и начала скользить назад. Сперва плавно, только покрышки визжали, сползая по асфальту. А потом ее занесло. Прицеп вывернулся вбок и стал пятиться поперек дороги прямо на меня. Все это время я преспокойно сидел за рулем, не ошарашенный, случившимся, даже не слишком удивленный. Просто не успел удивиться. Да, конечно, произошло что-то странное, но, видно, ощущение у меня было такое. Вот сейчас соберусь с мыслями, и все станет на свои места. И так я сидел и смотрел, что творится с грузовиком. Но когда его стало отжимать назад, а прицеп занесло вбок, я схватился за ручку, наддал плечом на дверцу и вывалился из машины. Треснулся об асфальт, кое-как вскочил и кинулся бежать. Позади раздался виск покрышек, металлический грохот и лязг. Тут я соскочил на поросшую траву и обочину и оглянулся. Прицеп врезался в мою машину, свалил ее в канаву и теперь медленно, чуть ли не величественно, опрокидывался туда же, прямо на нее. «Эй, ты!» — заорал я. Толку, понятно, никакого, да я не ждал толку. Просто сорвалось с языка. Грузовик удержался на дороге, только накренился так, что одно колесо повисло в воздухе. Из кабины осторожно выбирался водитель. Вокруг было тихо, мирно. На западе по еще темному небосклону метались зорницы. В воздухе та свежесть, что бывает только ранним летним утром, пока не взошло солнце и на тебя не обрушилась жара. Справа на улице еще горели фонари. Яркие, неподвижные, в полнейшем безветрии. «Чудесное утро!» — подумал я. «Такое утро просто не может случиться ничего худого». На шоссе по-прежнему было пусто. Только я — доводитель грузовика. Его машина наполовину сползла в канаву, придавив мою. Он направился ко мне. Подошел, остановился, свесив руки. Поглядел на меня круглыми глазами. «Что за чертовщина?» — сказал он. «Ну что это мы напоролись?» «Понятия не имею», — ответил я. «Вашей машине досталось. Уж не в защите», — продолжал он. «Я доложу, как было дело. Убытки вам возместят». Он стоял передо мной, точно в землю врос, и никогда уже не сдвинется. «Надо же! Споткнуться о пустое место!» «Тут же ничего нет», — сказал он. В нем разгоралась злость. «Нет, черт подери. Сейчас я докопаюсь, что там такое». Он круто повернулся и зашагал туда, где мы налетели на невидимое препятствие. Я пошел за ним. Он глухо ворчал, точно разъяренный кабан. Шагая по самой середине шоссе, он наткнулся на ту же невидимую преграду. Но теперь он уже себя не помнил от бешенства и не собирался отступать. Он все рвался вперед. Я никак не ожидал, что он пройдет так далеко. Но в конце концов непонятная помеха все-таки остановила его. И секунду он стоял, нелепо наклоняясь, упираясь всем телом в пустоту, и упрямо переступал ногами, как будто работали хорошо смазанные рычаги, тщетно сились сдвинуть его и чехать на шаг вперед. В утренней тишине громко шаркали по асфальту тяжелые башмаки. А потом загадочный барьер задал ему жару. Его отшвырнуло прочь, будто внезапным порывом ветра свалило с ног, и он покатился кувырком по шоссе. Наконец он влетел под задранный в небо нос своего же грузовика и там застрял. Я подбежал к нему, выволок за ноги с под машины и помог подняться. Он был весь в кровоточащих ссадинах, ободрал асфальтом. Одежда разорвана и перепачкана. Но злость как рукой сняло. Теперь он попросту перепугался. Он с ужасом глядел на дорогу, будто ему там явилось привидение, и его била дрожь. «Там же ничего нет», — сказал он. «Скоро день, пойдут машины, а ваше торчит на самом ходу», — сказал я. «Может, выставим сигналы, фонари, что ли, или флажки?» Тут он словно опомнился. «Флажки». Залез в свою кабину, вытащил сигнальные флажки и пошел расставлять их поперек шоссе. Я шагал рядом. Установив последний флажок, он присел на корточке, вытащил платок и стал утирать лицо. «Где тут телефон?» — спросил он. «Надо вызвать подмогу». «Кто-нибудь должен сообразить, как снять этот барьер», — сказал я. «Скоро здесь набьется полно машин. Такая будет пробка на несколько миль». Он все утирал лицо. Оно было в пыли и в смазке. И ссадины еще кровоточили. «Так откуда тут позвонить?» — повторил он. «Да откуда угодно», — сказал я. «Зайдите в любой дом, к телефону всюду пустят». А про себя подумал. «Ну и ну. Разговариваем так, будто на дороге нет ничего необыкновенного. Просто дерево упало поперек. Или канаву размыло. Слушайте, а как называется это место? Надо же им сказать, где я застрял». «Милвилл», — сказал я. «Вы здешний?» — я кивнул. Он поднялся, засунул платок в карман. «Ладно», — сказал он. «Пойду поищу телефон». Он ждал, что я пойду с ним, но у меня была другая забота. Надо было обойти эту непонятную штуку, которая перегородила шоссе, добраться до стоянки Джонни и объяснить Элфу, почему я задержался. Я стоял и смотрел вслед водителю грузовика. Потом повернулся и пошел в другую сторону, к тому невидимому, что останавливал машины. Оно остановило и меня, не рывком, не толчком, а мягко, словно отнюдь не собираясь меня пропустить, предпочитало при этом сохранять учтивость и благоразумие. Я протянул руку. Ничего. Я пытался нащупать невидимую стену, потереть ее, погладить, но погладить было нечего. Моя ладонь ничего не ощущала, под нее ничего не было, ровным счетом ничего. Одна лишь непонятная сила, которая мягко отталкивала, отжимала меня прочь. Я посмотрел в один конец шоссе, в том в другой. Никаких машин все еще не было, но я знал, скоро они появятся. Может, расставить флажки по ту сторону барьера, чтобы встречные машины на него не напоролись. Надо же предупредить людей, раз тут неладно. Это минутное дело. Поставлю их на ходу, когда буду огибать барьер, чтобы добраться до стоянки Джонни. Я вернулся к грузовику, нашел в кабине два флажка, спустился с насыпи в кевет и стал взбираться на холм, думая обойти невидимый барьер по кривой. И, описывая эту широкую кривую, снова наткнулся на преграду. Я попятился и пошел вдоль нее, все время взбираясь в гору. Это оказалось нелегко. Будь этот самый барьер обыкновенный, стеной или забором, все было бы просто, но он был невидим, и я то и дело на него наталкивался. А вот таким-то способом и пришлось определять, где он. Упрешься в него, вильнешь в сторону, потом опять упрешься. Я думал, барьер вот-вот кончится или, может быть, станет потоньше. Несколько раз пытался пойти на пролом, но преграда была все такой же плотной и неподатливой. Страшная мысль шевельнулась у меня в голове. И чем выше взбирался я на холм, тем настойчивее становилось, это мысль. Наверное, тогда-то я и обронил флажки. Внизу послышался скрип буксующих колес. Я обернулся. Машина, направлявшаяся на восток, нам навстречу, уперлась в барьер и теперь ее заносила назад и вбок, поперек шоссе. Другая машина, шедшая следом, пыталась затормозить, но то ли тормоза отказали, то ли слишком она разогналась и не смогла остановиться вовремя. У меня на глазах шофер круто свернул, машина съехала одним боком на траву и все-таки другим слегка задела ту, что стояла поперек. Потом наткнулась на барьер, но скорость была уже невелика и машина мало продвинулась вглубь. Барьер медленно отжал ее назад, она уткнулась в первую машину и остановилась. Первый шофер выбрался наружу и двинулся в обход своей машины ко второму автомобилю и вдруг вскинул голову, видно, заметив меня. Он замахал руками, что-то закричал, но на таком расстоянии я не разобрал слов. На нашей стороне шоссе все еще было пусто, если не считать моей машины и подмявшего ее грузовика. Странно, почему больше никто не едет на запад, мелькнуло у меня в голове. На холме стоял дом, почему-то я его не узнал. Не мог же я не знать хозяев, ведь я всю жизнь прожил в Милвилле, только на год уезжал в колледж и все милвилцы мне хорошо знакомы.